Благодаря развитию информационных технологий появились новые возможности для налаживания процессов обучения, обеспечения доступа к информации. Однако эти кардинальные изменения привели и к негативным последствиям, с которыми мы только сейчас начинаем бороться, в том числе к значительному ускорению темпов распространения дезинформации. Существуют следующие характерные для дезинформации элементы. Информация является неточной, предназначается для обмана ее получателей и распространяется с целью нанесения серьезного вреда. Дезинформация может распространяться государственными и негосударственными субъектами. Распространение дезинформации схоже с интернет-мошенничеством, ведь фейки распространяют тоже с целью получить прибыль. Просто так никто же не будет распространять ложную инфу. К примеру, часто встречаются такие случаи, выставив свой тавар на OLX, вам тут же могут позвонить и попросить ваш счет, чтобы произвести оплату, якобы он на данный момент находится в Алматы, или чтобы вы получили выигрыш. Так, после получения счета у человека они сразу же списывают все содержимое и финансы на нем. Таких примеров немало. Что касается вопроса о том, есть ли сходство между распространителем дезинформации и интернет-мошенником, и у того, и у другого, конечная цель одна – получение денег у людей обманным путем. Для таких злостных правонарушителей законом предусмотрены свои определенные наказания. Интернет-мошенничество – это получение у людей денег обманным путем через социальные сети. Мошенничество и совершение преступлений очень схожи. Однако под суд они идут по разным статьям Уголовного кодекса. Например, если распространение ложной информации – это статья 274, а за деяние которого предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, то за мошеннические преступления статья 190 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Таким образом, в последние годы мошенничество в социальных сетях становится все более распространенным явлением. Чтобы не попасть в ловушки интернет-аферистов, необходимо всегда перепроверять информацию, тем самым быть всегда на чеку.